Молочные реформы этот год может стать переломным для жителей украинских сел. С 1 июля государство запретит предприятиям закупать у населения молоко второго сорта, а его сейчас тресть от общего объема. Готовы ли их селяне и чиновники к таким изменениям, вынесел Андрей Анастасов. Двух своих коров, Рябинушку и Карину, Нина Астархова из села Надежда Одесской области, называют кормилицами. В пенсии у бывшей медсестры 1800 гривен. Чтобы как-то выживать, женщина продает молоко перерабатывающим предприятиям. Но с 1 июля может лишиться этого заработка. Ведь закупать у населения молоко второго сорта министерство агрополитики запретило. Все для того, чтобы качество продукции соответствовало европейским стандартам. Я считаю, что это будет просто для населения убийственно. Если выразиться так культурно, что это было глупо со стороны государства нашего, так отнестись к сельскому населению. Таким, как Нина Петровна, государство предлагает объединяться в кооперативы. Ведь только в складчину селяне смогут закупить дорогое оборудование, без которого молоко до первого сорта просто не дотянет. Сейчас таких кооперативов в Украине единицы. Клавдия Пинтяк, председатель одного из них, говорит, процесс будет сложным. Во-первых, препятствовать появлению кооперативов будут молокозаводы, чтобы диктовать ценовую политику. Во-вторых, технические требования. Нужно найти помещение, нужно найти средства для закупки ванн, охлаждения молока, вода постоянно вышла, чтобы была теплая, и, конечно же, мини-лаборатория. Чиновники утверждают, не все так плохо. На полгода переходного периода государство предусмотрело значительную финансовую поддержку. Письма, где перечислены все эти преференции, на днях пришли во многие сельсоветы. Но они разводят руками, мол, государство поставило задачу создавайте кооперативы. Однако, как это сделать, до сих пор никто не разъяснил. Ну, как это? Пройти по селу, забрать всех коров в одну станцию и потом что дальше делать? Эта схема, она недоопрацована, но, может, она там разработана, но нам ее не довели до виду. Эксперт в аграрном секторе Иван Стреля считает, за полгода селяне не успеют подготовиться к новым требованиям. Нужен хотя бы год и более активная работа с населением. Иначе утверждает людям, при отсутствии рынка сбыта придется просто вырезать скот, а это будет уже катастрофой для животноводства. Вот изучить, подсказать, помочь документально оформить эти учредительные документы, потому что крестьяне сами до этого не дойдут. Им легче уже плюнуть на это все, закрыть это все и, ну, не существовать. Мы будем следить за тем, как в стране проходит процесс создания таких кооперативов. И о самых важных вещах расскажем в наших выпусках. Андрей Кровец, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область.